Какую область знаний мы с вами будем сегодня обсуждать? Я вам, к сожалению, буду рассказывать то, что не вписывается в курс ваших знаний, но эти знания расширяют, вообще говоря, общую философскую такую позицию и понимание, что происходит вокруг. Поэтому я осмелюсь все-таки вас отвлечь на предмет своей дисциплины. Дисциплина – это раздел физики и механика, он очень актуален, и по-житейски актуальность его можно с чем сравнить. Человек живет, его подстерегают две глобальные опасности, с которыми мы никак не справимся. Первая угроза – это угроза здоровью. Она, наверное, носит массовый характер вследствие эпидемии или вследствие каких-то глобальных катастроф. Значит, в здоровье есть такой показатель диагностический, который является интегральным – это иммунитет. Если у человека есть достаточный иммунитет, то он может сопротивляться тому, что угрожает его жизни. Так вот, в области механики есть некая аналогичная ситуация, и параметром является прочность. Если все то, что делает человек своими усилиями, потеряя свойства прочности, то человек погибнет, потому что на него обрушатся здания, мосты, взорвутся атомные станции, не смогут летать самолеты. Все это основано в человеческом творчестве на природном свойстве прочности. Значит, еще раз, если каждый из вас бережет и беспокоится о своем иммунитете, то беспокойство о прочности в окружающей среде или среде обитания – это такой же важный момент, который, к сожалению, угрожает жизни. На чем основана прочность? Прочность основана на физическом свойстве материалов и конструкций, которые делаются из этих материалов. И проявление состояния прочности, оно всем знакомо. Например, мы знаем, что если какой-то там агрегат, допустим, автомобильный мотор, начинает работать ненормально, трясется, ревет, там, с перебоями начинает работать, то можно ждать аварии. Самая страшная авария – это взрыв. Вот это относится к объектам силового характера, типа двигателей, турбин, электростанций, атомных турбин, приводовоздушных и морских судов. Но это точно так же относится и к конструкциям, которые внешне кажутся неподвижными, но они неподвижны до тех пор, пока уровень прочности превышает воздействие. Как только он падает, то последствия от того, что разрушаются колонны, опоры, здания, мосты, они такие же, а подчас еще более трагические. Например, две трагические катастрофы, которые, ну, некоторые из вас помнят, это Чернобыльская АЭС и вторая катастрофа. Авария на Саяно-Шушинской Гресса нанесла за собой вообще множественные глобальные катастрофы для региона. К счастью, этого не случилось. Так вот, процесс противостояния нагрузки и прочности, значит, он всегда выражается в энергии, которая выделяется объектом. Энергия выражается, как правило, в дрожании. Если есть вибрации, колебания, дрожания, это термины одного порядка. Это некий физический процесс, который показывает сопротивление конструкции чему-то. Вот этот процесс называется состоянием. Состояние двигателя, состояние моста, состояние опоры, состояние автомобиля. И поскольку мы с вами присутствуем все-таки на площадке Института транспорта, бывшего института, имеющего отношение к авиации, значит, я начну с примера, который, ну, должен вас заставить задуматься, а все ли так гладко на тех транспортных средствах, на которых мы ездим, летаем и плаваем. Поводом для раздумия является следующий факт. На авиационных двигателях, которые являются одним из самых, самым опасных технических устройств на борту, принято традиционно измерять вибрацию одномерными датчиками или сенсорами, или вибропреобразователями. Так принято, потому что уровень знаний человека не позволил мерить колебания так, как они осуществляются в природе. В природе все колебания происходят пространственно. Более того, наверное, вы слышали такой термин, спектр колебаний, когда происходит колебание разных частот. Например, вот эта трибуна, на самом деле, она колеблется. Колеблется от звука моего голоса, от того, что вот там господин идет, наступает на пол, от того, что есть вибрация, шум какой-то от проходящего транспорта. Все это распределяется в пространстве, и одномерными измерениями нельзя комплекс пространственных или объемных колебаний замерить. Как это выглядит на авиационном двигателе? Значит, вот спектр частот от нуля и до 15 кГц. Вот он такой широкий на диаграмме. Значит, график, он показывает, какие амплитуды есть. Вот они, уровень амплитуд, который отражает мощность вибрации. Вот это вот самая большая амплитуда во всем этом поле. Значит, на нее обратили внимание, и красной рамочкой обвели вот тот сигнал, который может представлять опасность с точки зрения разрушения. Когда проектируется двигатель, то главный конструктор определяет направление вибрации наибольшей опасности. Если рассмотреть двигатель как роторный силовой агрегат, который стоит на двух опорах, то обычно главный конструктор ставит на одной опоре датчик и на другой. Если вибрация в норме, наш двигатель можно эксплуатировать, можно отправляться в полет. Значит, если этого не происходит, то предпринимают соответствующие меры. Но, если на этом двигателе поставить в эту точку измерительную и померить на этой частоте другие компоненты в других направлениях, значит, то мы увидим такую ситуацию, что вот три пространственные компоненты, вот Z это та, которая задана главным конструктором. Вот она меряется в полете. И вот на данном двигателе, в данном режиме, видно, что другие две компоненты, они превышают эту, которую контролирует самолет. Почему двигатель работает и самолет летит при таком положении? Потому что запас прочности его очень высок. Если бы не было такого большого запаса прочности, то как бы двигатель работать не смог. Вот в этом состоит настораживающий шаг. Что пилот в полете ориентируется на эту вибрацию, на ее уровень, демонстрирующий работоспособность двигателя. А на самом двигателе присутствуют еще два других канала. Вот это второй канал, канал Y, или тангенциальный канал, как он называется. А вибрация называется боковая. Ее в полете не меряют. Значит, а ее величина, если по штатному каналу вибрация равна 4G, 4 единицам ускорения, то на боковом канале, на конкретном этом двигателе, боевом, значит 7G. То есть мы по 4 судим, что все исправно, а при этом на боковом канале существует, вообще говоря, более высокая вибрация. Но хуже ситуация обстоит с осевым каналом. Вот третий канал на той же частоте. Вот какой размер вибрации. Красный квадратик показывает его. Значит, вот этот канал. Значит, и величина его 11G. А дальше мы по теореме Пифагора смотрим, а какая же вибрация на самом деле. Вибрация на самом деле 14G. Вот обращаю ваше внимание, в 2,5 раза вибрация больше того, что показывают приборы при оценке работоспособности двигателя. И эта ситуация носит массовый характер. Еще раз возвращаю вас к такой мысли. Вот так сложилось, потому что до сих пор не было приборов, которые меряют колебания в пространстве. Откуда происходит вот эта угроза, в чем ее физическая природа? Если представить себе эластичный или упругий цилиндр и пронаблюдать, что с ним происходит, какой физический процесс при гармоническом воздействии. N это нормальное гармоническое воздействие, оно действует вдоль оси этого цилиндрика. Значит, нулевая точка воздействия равно нулю. Следующая точка N1, это уже какое-то значение примерно 0,7 от максимума. Вот она. И третья точка, это максимальная амплитуда колебаний. Ну, она вот такой большой стрелочкой обозначена. Так вот, каждому положению соответствует, во-первых, длина этого цилиндрика. С увеличением нагрузки она уменьшается. Но при этом цилиндр начинает расплющиваться по действиям этой нормальной силы. Вот. И в какой-то момент времени эта предельная нормальная сила превращает ее вообще в такую почти шаровую бочку. Понятно, что до беспредела сжимать нельзя. Когда-то материал не выдержит и лопнет. Так вот, мы с вами говорим, что запас прочности, он определяет область, в которой присутствуют линейные колебания и упругие деформации. Вот упругость, это свойство тела возвращаться в исходное положение при исчезновении нагрузки. Так вот, в природе гигагармоническое колебание воздействует на объект, в данном случае на цилиндр. Происходит такое перекачивание. Сначала сила увеличивается, уменьшается размер по длине и немножко расширяется. Затем предельно уменьшается по длине размер и максимально расширяется. А затем, если сила эта пропадает, то вот эта сила сопротивления или сила упругости, она вернет вот этот шарик, она назад вернет в это исходное положение. В этом свойство упругости. И вот свойство упругости, оно является физическим смыслом понятия прочность. Прочность, пока мы не потеряли свойство упругости. Пока вот крышка стола у каждого из вас, пока она упругая, стол выполняет свою функцию. Если поставить какой-то большой вес, который преодолеет силу упругости, то стол разрушится. Вот такая вот, ну, вульгарная аналогия, но она есть. Так вот, феномен в чем состоит? Феномен состоит в том, что мы воздействуем вдоль оси по вертикали, или нормальным воздействием. А объект изменяет свою геометрию в перпендикулярной плоскости, то есть в тангенциальном направлении. То есть мы действуем в одном направлении, а эффект получаем в другом. Что из этого вытекает? Из этого вытекает одно обстоятельство. Значит, если мы меряем одномерным сенсором процесс, то мы не видим вот этой вот массовой составляющей, которую расплющило тело. Той, которая сохраняет свой супрочности. И тогда, когда пришло понимание, что нужно все процессы, имеющие природный объемный характер или пространство, и мерить соответственно пространственно, тогда очень простая процедура. Садишься за учебник механики, по которому ты сдал экзамены в школе, сдал зачет в институте и хорошо сдал. Сдал и забыл навсегда. Потому что до последних лет в мире не существовало сенсоров, меряющих пространство. Что написано в учебнике механики? В учебнике механики написано, что полное движение или полные колебания, они состоят из линейного перемещения и вращательного. То есть полное колебание является сложным. Оно соединяет в себе линейно-вращательные элементы. Причем для измерения каждого из них, для линейного, нужно измерить три компонента x, y, z. По-другому нет возможности померить колебания в пространстве. И то же самое, три компонента вращательные. Только тогда мы можем говорить, что же происходит с объектом, безопасность которого мы хотим наблюдать. Это самый сложный момент, я вас прошу выслушать. Думаю, что не все к этому готовы, но это очень важно. То, что происходит в природе, природное свойство прочности, оно в науке называется природным синтезом. То есть формирование состояния объекта или предмета под воздействием сил. Как оно происходит? Воздействие внешнее, через форму и материал объекта действует многомерно. Многомерно в каком смысле? Когда на предыдущей картинке мы действовали вертикально с вами, а реакцию получали распределенную по всему телу, во всех направлениях. То есть в первом приближении получается, что преобразование происходит от нормального воздействия до объемных деформаций, происходит тензорно, то есть многомерно. Много коэффициентов передачи. По соответствии с этой матрицей, значит, три коэффициента напряжения, x, y, z, переходят в три коэффициента деформации, x, y, z. Напряжение и деформация – это причина и следствие. Потому что напряжение мы не видим, это распределение сил внутри объекта. А деформации мы наблюдаем и можем в случае нашего цилиндрика мы видим эти деформации, а в случае металла деформации очень малы, глазу они не видны. Но сенсоры на двигателях, они как раз меряют вот эти вот деформации. И проблема состоит в чем? Чтобы нам мерить так, как формирует природа колебательный процесс, мы должны воспроизвести в приборах обратную цепочку, померив деформацию через обратную тензорную матрицу, оценить состояние прочности. Это задача анализа. Значит, мы самую тяжелую часть прошли, я к этому возвращаться не буду. Значит, только один вывод прошу запомнить. Что все, что делает природа, она делает пространственно, объемно и одновременно. Значит, обращаемся опять к теоретической механике. Теоретической механике возраст 300 лет. Вот все, что я говорю, это известно 300 лет. Не умели мерить 300 лет. Так вот, есть такие теоремы в механике, которые говорят, по какому закону формируется напряжение, то есть силы и воздействия и моменты, и по какому закону происходит образование деформации. Значит, и те, и другие происходят по эллиптическому закону. Это говорит о том, что любое колебание в любом материале, в любом объекте, оно происходит по тем же законам, по тем же траекториям, что и космические объекты. Ни у кого из вас не вызывает сомнения, что планеты Солнечной системы движутся по электрическим траекториям. Это само собой. Так вот, я утверждаю, и я постараюсь в конце показать вам фильм, из которого это видно, что все вибрации, которые происходят, в том числе вибрации от моего голоса, в воздухе, в воздухе создаются эллиптические колебания вот этой среды. Вот, если их научиться померить, то их можно увидеть. Вот, вот все построено на том, что колебание имеет некий планетообразный характер. Что такое те приборы, о которых я говорю? В конце прошлого столетия были изобретены и изготовлены и испытаны два вида прибора. Первый вид прибора – это такой кристалл, который, в отличие от обычных, меряет три компонента. Z-компоненту, X-компоненту и Y-компоненту. Вот. Это было такое революционное открытие, которое сделали в России и которое, вот, к настоящему времени пока не повторили за рубежом. Но у этого метода есть определенные недостатки. Вот, недостаток, он как бы вот зрительно ощущается, и я думаю, что интуитивно некоторые из вас поверят мне. Значит, центр вот этого вот кристалла, который меряет колебания, он находится внутри кристалла, а точка, куда он установлен на объект, чтобы померить, она с ним не совпадает. Вот это несовпадение, оно несет физическую ошибку. Поэтому перешли к следующей, к другой схеме. И в разных задачах работают две разные схемы. Вторая схема состоит в том, чтобы три кристалла разместить так, что их измерительные оси пересекаются в измерительной точке. То есть кристаллы имеют линию измерения, в отличие от первого прибора. И эти три линии, они сходятся в одной точке, которая устанавливается в месте, где нужно наблюдать колебания, или в измерительной точке. Значит, это устройство должно соблюдать несколько требований, которые вытекают из законов механики. Я об этом скажу попозже. Если они удовлетворяют, то тогда вот эти три компонента, они связаны временем или синхронны. И тогда в каждый момент времени можно построить вектор. То есть наша задача метрологическая состоит в чем? Если мы сможем мерить вектор колебаний, то мы можем устранить его причину. Значит, вот эта вот работа произведена, научно-исследовательская работа по заказу Газпрома. Смысл ее в чем? Оценить разницу в измерениях, которые производят сейчас штатно на газоперекачивающих агрегатах. Они опасны для применения. И вот чтобы предотвратить опасность, надо понимать состояние агрегата. Так вот, пересечение координат – это трехмерное пространство. Третья координата, она вот так на вас направлена. Обычный сенсор, установленный в этой точке, имеющий свое направление, вот одномерное, это вот такой зеленый образ. Вот так меряется вибрация штатным образом. Что меряет пространственный сенсор или векторный датчик? Он в каждый момент времени меряет положение точки или вектора по трем координатам x, y, z. И дальше эти точки дискредизированы компьютером. Вот в каждый последующий момент времени компьютер выстраивает некую точку. Их много, целое облако этих точек. Так вот, оказалось, что вот эти эллиптические колебания, которые теоретически доказаны три века назад, вот они впервые промерены прибором. Что это вот такая траектория. Эта траектория имеет, первое, большую ось эллипса, значит, малую ось эллипса. Большая ось, это вот то, что мы вдоль цилиндрика направляли усилия. А маленькая ось, это вот то, что в бочку превращает деталь. Значит, и происходит по мере движения точки. Вот эта точка, она смещается вот по такой траектории. То есть, ее дрожание выражается в том, что точка в этом месте не находится. Она все время болтается вокруг измерительной точки. Так вот, есть еще один параметр очень интересный, который нельзя померить одномерным датчиком. Оказывается, очень важно, в какую сторону происходит вращение. В эту или в эту. Если по часовой стрелке вращается, значит, источник колебаний слева, вот оттуда волна пришла. Если против часовой стрелки, значит, источник колебаний где-то здесь. И волна, механические колебания, приходит сюда в таком направлении. Это важно для диагностики, потому что это позволяет не только направление возмущения найти, но и в какой стороне объекта находится возмущающий источник. Возмущающий может быть внешняя сила, внешний момент. Может образовавшаяся трещина в роторе, в корпусе, в подшипнике. Кстати говоря, вот эта диаграмма работы кольца сепаратора подшипника. На нем трещина, вот она. Если бы объект был исправным, то этот эллипс имел полную симметрию. То есть вот эта ось, она откладывалась бы вот сюда, вот досюда. А за счет того, что на детали трещина, вот прочность падает, и вот размер колебаний увеличивается. То есть эллипс является очень информативным диагностическим параметром. Но это эллипс на одной частоте. Если присутствует вторая частота, значит получится эллипс в другом направлении. Если присутствует третья частота, у нас получается букет. И в последние годы появились французские патенты, в которых вводится термин, что они измеряют букет колебаний. Это вот отсюда, вот из этих эллипсов. То есть спектр это букет колебаний. И тогда понятно, что если у нас штатный датчик, он меряет только в одном направлении, то от любого лепестка этого букета он измерит только проекцию на собственную ось. То есть если эллипс проектировать на ось вот этого датчика, то получится то одномерное измерение. Итак, мы к чему пришли? Что созданы инструментальные средства, которые позволяют природный синтез, который является причиной воздействий и аварий, и катастроф, через достоверные знания привести к следствию, к возможности анализа. Значит, это происходит через волновую реконструкцию колебаний. Значит, эта технология для оценки в реальном времени требует компьютерного обеспечения. Это элемент информационных технологий. Значит, и отсутствие этих знаний, это вот Саяно-Шушенская станция. Вот что случилось с агрегатом из-за того, что не было мониторинга достоверного состояния его работы. С гибелью людей. И слава богу, не взорвалась плотина. Иначе бы погибли все те, кто живет ниже этой плотины. Теперь второй аспект, на который я хочу обратить ваше внимание. Значит, он интересен, но он требует немножко такого знания механических основ. Но это вторая принципиальная вещь в этой технологии, поэтому я вас немножко подгружу. Значит, вы помните, в школе проходили закон Гука. Он говорит о том, что если есть напряжение или сила, то она будет увеличиваться до тех пор, пока тело не разрушится. Вот связь силы и деформации – это закон Гука. Закон Гука – это такой линейный график с полочкой. Вот линейная часть, по ней ведется проектирование. То есть, проектированные объекты, силовые машины, конструкции, здания, все. Значит, проектируется в области линейной части, в области упругости. Причем с запасом. Вот этот запас обычно в строительстве уменьшается в 8-10 раз. Вот такой там запас. В конструкциях транспортных запас этот составляет порядка 2,5-3. И вот его меньше, поэтому требования к проектированию опасных объектов, ну, например, летательных аппаратов, они гораздо жестче. Так вот, вот это вот синее – это закон Гука. Вот она, полочка. Значит, какие координаты? Сигма – это напряжение или сила, отнесенная на площадь. А следствие – это деформация, эпсилон. То есть, увеличивается сила, увеличивается деформацией. Сиреневая область – это область расчетная, область линейных упругих колебаний. Если объект выходит за эту область, он становится пластичным. То есть, он не возвращается к прежней форме в какой-то момент, и дальше он движется в сторону разрушения. Так вот, есть еще один закон, о котором знают конструктора, но его не учитывают. Это закон Пуассона. Он связывает вот эту информацию, деформацию продольную, нормальную, с деформацией сдвиговой, касательной. Это вот эта бочечка, когда мы одно воздействие превращаем в другом направлении. Так вот, когда появилось средство и возможность измерять в пространстве, пришли к пониманию, и это защищенное патентом знание, что вот эти два закона, закон Гука и закон Пуассона, как независимые законы механики, это один общий закон. Закон, показывающий пространственные свойства деформироваться от внешней нагрузки. Чем этот закон удобен обычному, по которому одномерному? Появилась вот та область, нахождение в которой можно считать нормальной областью, безопасной областью работы объекта. Вот это очень важно, это позволяет в компьютере спроектировать программы так, чтобы наблюдать и контролировать, независимо от человеческого фактора, наблюдать нахождение в области безопасной работы конструкции. Значит, это закон Гука и Пуассона. Еще раз им и тому, и другому 300 лет. Но без компьютерных технологий реализовать их в пространстве было невозможно. Это вторая новизна технологии, о которой я вам рассказываю. Ну вот здесь такой простенький плакатик, это вот упругое состояние, когда после снятия нагрузки объект превращается в исходное положение. А это вот пластическое, когда при снятии нагрузки объект не возвращается в исходное положение. И это уже показатель, ну, грозящей опасности. Теперь совмещаем первое со вторым. Теперь мы понимаем, что все деформации, они носят эллиптический характер. Мы их можем померить в пространстве. А дальше мы начинаем анализировать, а как вот зависит положение измерителя от точки и направления приложения воздействия. Вот очень показательный график. Вот эта линия, по которой вектор по гармоническому закону меняется, вот так вот движется, колеблется туда-сюда, относительно нулевой точки. Зависит от того, куда мы поставим сенсор трехмерный. Вот это 15 градусов относительно, вот это направление N, то, что на цилиндрих действовало. Значит, этот сенсор под углом порядка 40 градусов, а этот под углом 75 градусов. И в зависимости от угла между воздействием и точкой установки сенсора, мы видим, что форма эллипса меняется. Причем, если этот эксперимент с исходными данными повторять через какое-то время, через сутки, неделю, месяц, эта картинка носит стационарный характер, то есть это закономерность. Отсюда можно сделать вывод, что мы можем научить компьютер, анализируя форму эллипса, положение осей в пространстве, отношение этих осей между собой и углы расположения эллипса в пространстве, мы можем по этой эллиптической траектории информацию получить в полную о состоянии напряженно-деформированном состоянии. Еще раз, это относится к одной частоте. То есть на каждой частоте будет набор таких картинок. Понятно, что оператор, летчик, испытатель не может этого оценить, и эту нагрузку нужно возложить на компьютер. Только он со своей фантастической производительностью может это оценивать в реальном времени. Более того, вот эти механические измерения, структурные или спектральные, значит, до 21 века, даже такие монстры, как Hewlett Packard, они не могли вот эти измерения подробно записывать на высых частотах в реальном времени. Обработка требовала времени больше, чем измерения. Вот только сейчас преодолели это ограничение. Вот эта практическая работа проведена одной из исследований. Это элемент силовой турбины, турбоагрегата на тепловой станции. Весь агрегат весит 200 тонн. То есть вы представляете, что это такое. У него 4 опоры. Вот. И если он выходит из повиновения, из упругой области и вибрации превышает допуски, то взрыв такого агрегата вообще неисчислимой опасности и последствий жуткие несет. Так вот. На этом агрегате проведен такой эксперимент. Вот эта точка верхняя, это место измерения вибрации, заданное главным конструктором. Он считает, что здесь самая опасная вибрация, здесь установлен подшипник. И самая опасная вибрация здесь. Если здесь померить, то дальше как бы все понятно, что по статистике, как анализировать и какие предпринимать действия. В чем состоял эксперимент? Значит, на этом агрегате взяли и померили это трехмерным датчиком, получили эллипс. То есть вместо величины, допустим, 2,5 вольта вибрации, измеренной в напряжении, мы получили вот такую эллиптическую траекторию, которая никак не связана с этим напряжением. Никак. Значит, ну дальше эксперимент пошел в такую сторону. Давайте опустим. Вдруг главный конструктор ошибся с установкой датчика. И оказалось, что эллипс вот в этой точке, он имеет совершенно другую энергетику. У него расплющивание, поперечная составляющая, гораздо больше. То есть у него деформации поперечной плоскости существенно выше. Теперь смотрим третью точку, опускаемся вниз. А внизу на опоре вообще меняется и направление вот энергии в энергетике колебаний. Аналогичная задача, когда мы опустились вниз, мы решили, а давайте померяем еще вдоль основания. Видите, как меняются параметры колебаний в зависимости от двига датчика, если мерить в пространстве. А если мерить одномерным датчиком, везде будут одинаковые показания. Понятно, да, какой информационный выигрыш имеется. Это вот практическая работа. По аналогии с авиационным двигателем, вот на этой частоте турбогенератора тоже видно, что присутствуют три компонента, и вот вся энергетика вот здесь. Следующая задача, которая оказалась очень интересной. Значит, эксперимент сам был построен в связи с тем, что мы, как бы, авиаторы, мы понимаем, что в авиации есть задача обнаружения ракеты. Когда ставятся два радара, между ними расстояние известно, и по углам засечки ракеты мы можем построить треугольник, где находится ракета в текущий момент. Это называется задача треангуляции. Тогда решили так, раз у нас сенсор чувствует, откуда идет волна, и для этого очень важно знать направление движения по эллипсу, значит, мы можем узнать направление, откуда идет вибрация. И вот как раз в работе с Газпромом провели такую работу. Поставили четыре сенсора. Мы решили так, что если наша кипутиза неверная, то лучи измерительные не сойдутся в одной точке. Оказалось, что предположение верное. И нашли на агрегате такую точку, оказалось, что там трещина, что там не воздействие дает вибрацию, а трещина, пониженная прочность конструкции. То есть, четыре сенсора, они показали, что все большие оси сходятся в одной точке. Значит, из этого еще один вывод следует. То можно, вообще говоря, два сенсора убрать. То есть, двух достаточно. Кроме того, в случае, когда они окажутся на одной линии. То есть, они тогда эту точку не могут нащупать. То есть, мерность пространственных измерений позволяет определять точку источника вибрации, координаты. То есть, этот процесс мы назвали механической локацией. В отличие от радиолокации появился прибор, с помощью которого можно проводить локацию дефектов или источников колебаний. Значит, оказывается, что к этим знаниям шло много ученых, как бы не все добирались до практической работы. Значит, такой профессор Лещенко защитил диссертацию напряженно-деформированных состояниях, ему порядка десяти лет не давали возможность защититься. Это питерский профессор, обвинив его в лженауке. Какую он идею предложил? Он предложил идею следующую, что внешние силовые факторы, или в нашем цилиндрике это N нормальная сила, они, действуя на объект, во-первых, переходят в пространство, то есть они разделяются на сечения и превращаются в напряжение, сила превращается в напряжение, сумма напряжения это и есть сила, сила распределенная есть напряжение. Так вот, эти напряжения по ее теории, вот, они являются проявлением кинетической энергии, или энергии воздействия, или внешней энергии. Значит, по совокупности законов механики, они приводят внутреннее напряжение, приводят к тому, что материалу становится некомфортно и он начинает раздвигаться. Вот, когда он раздвигается, вот это раздвижение пространства, оно приводит к деформации. Вот деформация является внутри материала источником следующей силы, но уже внутренней. Эта сила отражает потенциальную энергию. И она уже в свою очередь, вот эта деформация является фактором противодействующим внешнему воздействию. То есть, вот такая цепочка преобразования энергии. Это я вам рассказываю для общего развития, что все колебания, суть их физической состоит в перекачке кинетической энергии, которую мы наблюдаем, в потенциальную, которую мы не видим. В надутом шарике кинетическая энергия это когда мы надуваем воздух, а потенциальная энергия это надутый шарик, который хочет лопнуть. Вот в природе все пространственные процессы, они отражают преобразование. Природа это насос во всем, насос трансформер. Так вот, закон в результате от профессора защитился и получил международный диплом об открытии. Это судьба бывает знания. Еще к одной задаче возвращаюсь, которую я с трудом сдал диплом в институте, когда учился. С трудом сдал диплом, потому что я не понимал, зачем эти теории были выведены. Известна в механике задача Лагранжа, в которой по известным воздействиям можно спрогнозировать движение или ресурсные характеристики. Есть задача Эйлера, когда воздействие неизвестно, известно текущее состояние, и зная модель объекта, можно вернуться к тому, что послужило причиной. Я вот хоть убейте меня, я сдал на отлично, и термех сдал на отлично, и зачет сдал, естественно, но когда я его сдал, у меня это просто улетучилось мгновенно, я никогда об этом не вспоминал, пока не взял с измерения. Так вот, эти две задачи имеют отношение к оценке ресурса прочности. Первая задача Лагранжа это ресурс, оценивать ресурс прочности, а вторая оценивать безопасность состояния расчетным параметром. То есть 300 лет назад два светлых ума взяли и эти теории вывели в математике, вот, и под пыль, под сукно положили, и они не были востребованы вот три века. Сейчас вот эти задачи как раз решаются с помощью волновых пространственных измерений. Теперь собрать вместе что же в основе этих знаний новых. Еще раз, по-крупному, два новых знания. Первое, умение мерить пространство в спектре, и второе, умение переводить измерения в оценку прочностных параметров. Так вот, за напряженно-деформированным состоянием стоят следующие понятия из механики, что, во-первых, в механике все движения пространственные, и измерение должно быть соответствовать этому свойству. Второе, поскольку мы меряем по компонентам, то компоненты должны быть связаны временем. Значит, если мы компоненты разорвем, вот, то мы не построим вектор, не построив вектор, мы не будем иметь возможность оценивать состояние. Значит, следующее свойство. Связанность помимо времени еще есть тензорная, она важна для свойств материала и конструкции. То множество коэффициентов 3 на 3, 9 матрица, на самом деле, если учитывать гармоники, то их 81, 9 на 9 матрица. Три линейных, три вращательных, значит, они между собой тензорны, и в результате они дают матрицу причинно-следственную. То есть, это сложный очень процесс, многопараметрический, многомерный, и связанность, это основное условие. В тензорном анализе есть теорема, которая говорит о чем, что использование коэффициентов преобразования тензора по отдельности неправомерно и лишает смысла весь анализ. Это тоже теоретический посыл гениальный, который только сейчас мы начинаем использовать в измерениях. Кроме этого, свойства из механики структурные или спектральные, то, что все многомерно, множество колебаний всегда сходится в любой точке. Следующее структурное это принцип суперпозиций. При изучении колебаний всегда их можно разложить на гармоники и более опасные гармоники изучать отдельно. Для исследования эксперимента это очень важно. И последний принцип очень важный. Принцип непрерывности или сплошности. Мы говорим об упругих сплошных средах. Не важно это воздух, дерево, металл, вода. Вот все посылы, все закономерности механики относятся к механике сплошных средств связаны с принципом сплошности. теперь когда мы померили значит мы померили трехмерное или если умеем три линейных трехмерных шестимерное измерение затем мы его должны реконструировать завязав со временем в компьютере и затем в компьютере мы должны вот этот массив измерений привести в соответствии с массивом анализа. Значит вот такая сложная ситуация. Это я утверждаю что это информационная технология. Мы от физики перешли к необходимости рассматривать информационную технологию. Эта технология она включает пять инноваций. Это векторно-фазовое измерение пространственное, спектральная реконструкция измерений в компьютере, перевод этой реконструкции напряженно-деформированное физическое состояние по пространственному закону Гука, затем оценка на модели прочности и техногенез, который в энциклопедии трактуется как прогноз гомеостаза. Вот если состояние прочности это гомеостаз во времени, то техногенез это оценка гомеостаза. То есть если мы вот этот замкнутый цикл организовали инновационных технологий, то мы можем в реальном времени наблюдать состояние атомной станции, гидротурбины, моста, высотного здания, авиадвигателя, атомной турбины, всего, что представляет опасность, в рамках этой технологии мы получаем инструментальное средство и возможность получить достоверные знания о состоянии. Значит, вот ради чего создана эта технология. почему Эдгар говорил, что эта технология претендует на распространение в мире, потому что все этим озабочены, все страны озабочены. Значит, у меня есть одно подтверждение, я не помню, есть ли такой плакат, к этому я вернусь. Вот, у меня есть одно подтверждение, вы можете на сайте фирмы Хьюлит Паккарт найти материал по проекту, вот проект называется «Центральная нервная система Земли». Значит, это проект 2010 года, он состоит из двух компонент. Первое, значит, они изобрели так называемые MEMS-технологии, вы, наверное, слышали, это микроэлектронные механические сенсоры, значит, и сделали измеритель, вот на этой плате находятся шесть сенсоров одномерных, три линейных и три вращательных. Первое зерно американской технологии, это сенсоры, 6D-сенсоры, и это инновационные возможности программной компьютерной обработки Хьюлит Паккарт. Это обработка в реальном времени, они сочли возможным решить эту задачу, чтобы процесс вычислений шел в темпе с процессом измерений. Но это Хьюлит Паккарт, это фирма на своем рынке, фирма, номер, ну, если не один, то два, думаю, один. Вот. На что они посигнулись? Значит, с этой публикацией еще есть журналисты, Forbes, они написали, что на второй год проекта они запланировали произвести один миллиард сенсоров. Это говорит о том, сколько объектов они хотят мониторить, они хотят монополизировать рынок, измерение вибрации на опасных объектах строительства. Эта технология рассчитана на применение на низких частотах, там, условно, от десятых долей Герца до 50 Герц. Для строительства это подходит. А силовые машины, они работают с частотами 15, 18, 25 килогерц. То есть, при частоте 25 килогерц вот это разрушится платформочка. То есть, два ограничения заставили Хьюлит-Паккарт эту технологию по применению ограничить. Ограничить только на строительных объектах. То есть, она не приспособлена для применения на силовых машинах и на высокотемпературных объектах. Кого эта тема как-то заинтересовала, я просто вас призываю ознакомиться с этой технологией. Это технология завтрашнего дня. Чем отличается работа, которую фирма АВА делает. Сенсоры, о которых я вам рассказывал, они работают до температуры 1100 градусов. То есть, они могут даже мониторить доменную печь. А процесс напряженно-деформированного состояния в доменной печи, он такой же, как у любого другого механического объекта. Но он в 10 раз опаснее, потому что разрушение доменной печи приводит к аварии, которая экономически равноценна работе порядка 12 лет работе и выплавке металла. Это цена аварии. Понятно, да? Это может разрушить бизнес. Поэтому надо мониторить и поддерживать в исправном состоянии. Я не говорю о смертельных исходах и экологических делах. поэтому я обращаю ваше внимание, что у вас в Риге есть фирма, которая занимается этой проблемой неограниченной ни по температуре, ни по диапазону частот. Ну, это такой общий плакат. Мы с вами говорим об области знаний, в которые входят понятие энергии, понятие материала или вещества и понятие информации. Вот без грани информации эта технология нереализуема. Вот, теперь что организационно и из чего состоит эта работа. Вот это один из сенсоров физически, вот он так выглядит, это инструмент. Наблюдение происходит в виде траекторных наблюдений эллиптических траекторий. Значит, теория, она состоит в тех эллиптических уравнениях. Но, кроме этого инструмента требуются еще три параметра знания исследователя или оператора, опыт его и интуиция. Особенно в исследователях интуиция, она как раз и позволяет обратить внимание на то, что потом является основанием движения. В этом состоит фундаментальный научный базис. Это вот то, что я вам сравнивал иммунитет с прочностью в биологических и механических системах. Ну, и все, что я вам хотел сказать. Вот, что я вам сделаю, сделаю, что я вам сделаю. Продолжение следует...